Самурай себя ведут по-самурайски с нашей точки зрения, потому что в самих японских фильмах они там решением других вопросов заняты. Ну и письма с Эвадзимой, такой скандальный в Америке фильм Клинта Иствуда про оборону Эвадзимы с точки зрения японцев, такой героический момент их истории, и, конечно, тоже далеко не все к этому отнеслись с пониманием в Америке, не надо думать, что они там к этому равнодушны. Тоже у них есть такое неприятие японской точки зрения, но это отдельная тема, у меня там есть тема лекция про японский милитаризм, может, когда-нибудь здесь ее еще расскажу. Так, я практически уложился в хронометраж, по-моему, даже время даже еще осталось, можно будет еще что-то затронуть из других лекций, но сначала давайте ваши вопросы какие-то по всему услышим. Груповое молчание. Какое-то, может, вот с чем-то тут несогласное сказано, можно запомнить еще, но вы сказали, что якудза и якудза это то, как вы описали, если это именно якудза? Честно сказать, я вот не ставил никогда задачей, как многие это делают, специально запоминать, как оно правильно. Я сейчас даже не скажу якудза, а не все-таки или якудза, зато я могу сказать более интересную вещь, почему крокодилгена так популярен в Японии. Я с японцем беседовал на эту тему. Мне говорят, ну, он якудза, короче, якудза популярна. Я говорю, что это он якудза? Ну, как вот, он без работы, безнормальный, занимается непонятно чем постоянно все свое свободное время, тусит с молодежью, то есть якудза. То есть, просто чтобы вы понимали, что якудза и якудза это не то, что считается у нас организованной преступностью. Они в том числе одновременная организованная преступность и одновременно вот такие вот ребята, обеянные в Японии таким образом романтизма какого-то, которые там... Ну, на самом деле, у них есть вот с точки зрения простых граждан, они очень часто к ним позитивно относятся, потому что якудза патрулирует улицы против гопников, однозначно. То есть, это вот вообще известный в Японии факт, что каждый якудза следит, чтобы у него на районе все было идеально, чтобы все жили строго по понятиям, как говорится. И вот, опять же, возвращаясь к крокодиогену, просто я посмотрел вот эту песню «Голубой вагон», когда они на поезде едут там, наверное, в японскую Сибирь с щебурашкой. И, в общем-то, она на японском реально звучит как какой-то жесткий блатняк, после чего я буквально еду в Магадан. Поэтому, ну, якудза, конечно, они, может быть, с удоением на разные слоги произносятся, но к ним, опять же, в Японии отношение такое неоднозначное все-таки, оно не является строго негативным, потому что, на самом деле, у простого японца, который не связан с бизнесом, потому что якудза интересует крупный бизнес, они, например, держат рынки, рыбные рынки. И вот, например, если вы в Японии видите, как мясник разделывает тунца, это там такое искусство очень передаваемое из поколения в поколение, это очень часто яблода. То есть, это такое у них тоже времяпровождение. А у обычного гражданина Японии к нему скорее такое нейтрально-положительное отношение, потому что он с ними никак не пересекается. У них там отдельная своя вселенная со своими законами. Они занимаются чем? Это хост-клубы, то есть, ну, по-нашему, бордели такие, более культурная версия. Караоке там часто с ними связано. Кстати, караоке там тоже входят в хост-клубы и всю эту индустрию развлечений. И азартные игры тоже, вот это их как бы вотчина. Понятно, что там же торговля наркотиками, оружием и людьми, без этого никуда, но все равно. Это, кстати, тоже, почему крокодил гена, крокодил это символ якудза, у них обязательно вот так, надо знакомка с крокодилом, это тоже тема. И вообще любые татуировки, это японская, в Японии татуировки исключительно для организованной преступности. Ну, понятно, что это как можно нарушить в любой момент, но тебя там не поймут просто. И там вот известный тоже такой японский миф, что в баню нельзя с татуировками входить. Ну, европейцы вряд ли они остановят в публичной бане. Тем более, они могут предложить просто татуировку залепить там специальным скотчем. У них, кстати, бурю восторга вызвал наш Николай II, император, тогда еще наследный принц, когда он приехал в Японию, у него там была туристическая поездка. Он такой приехал в Японию и посмотрел на их культуру там в начале XX века или конце XIX, и сказал, хочу себе наколку с драконом, такую просто классную, здоровую. Но японцы как-то не поняли вообще, как это можно эту просьбу озвучивать, потому что, ну, по сути, у них наколки делают только людям с криминальным прошлым каким-то или криминальным настоящим. Ну, вот так вот, еще, еще что-то. А как-то, в том числе, у инкультуры, где есть, у нас, где в Ягодзе, а в Лоносове Говоре, они регуляют стройкой главных безнадежностей в городе, и как-то, в таком языке, теористичном, или как? Там есть клан Ягодзе, то есть организация Ягодзе, и они очень многочисленные, они очень такие сплоченные, у них строгая дисциплина, в них такая иерархия есть, у них там есть свои такие вот старшие товарищи, которых они называют, вот такое слово «аники», оно в японском языке, опять же, может восприниматься, знаем, что это старший брат, да, в аниме, девочка так старшего брата называют. Но при этом это в среде Ягодзе, это твой как бы десятник в твоей бригаде, который вас там воспитывает. То же самое там выше потом у Ябун, и другие там вот звания с этим связаны. Поэтому, да, у них там вся Япония поделена, все вот эти регионы типа Канта, Конца, между своими организациями Ягодзе, причем там есть, например, организация Ягодзе, которая полностью из потомков сформирована корейцем в Японии. То есть они вот, чтобы защищаться от дискриминации, они вот создали свою даже организацию организованной преступности. Насколько они вообще могущественны, эта тема такая очень спорная, потому что, ну там этого никто предпочитает не афишировать. Но тоже там есть моменты, когда они финансируют кампания определенных политиков, когда они переводят деньги в крупных размерах на счета каких-то партий. То есть это все там безусловно присутствует. Так что, в принципе, там, в чем у вас вопрос заключался, насколько они там могущественны или не могущественны, они действительно очень богаты, очень организованы. И причем самое интересное, что они не скрываются особо. Вот они проводят там свои съезды. Не знаю, правда, как они это называют, под каким привлогом, но вот все знают, что они там съезжаются на черных автомобилях престижных, в черных строгих пиджаках, там, выходят на линейку свою, там, приветствуют своих лидеров. То есть это все там заметно достаточно. Это просто настолько не похоже на нашу организованную преступность, что она просто так вот-то бросает, что мы даже не можем понять, как это такое возможно. Даже вот в нашей стране, где у нас, к сожалению, особо так люди не скрываются, которые ведут такую двойную жизнь, да? Ну, так. Опять, новодящие, скажите, я, может, еще что-то смешное вспомню. Потому что у меня на самом деле материала много, но как-то вот от одного... Он это делает по понятным причинам, потому что в Японии есть колоссальная проблема, которая называется состояние населения. Там демографическая яма огромная, и поэтому уже в следующем поколении японцев на одного работающего будет приходиться там, ну, чуть ли не 10 пенсионеров. То есть эта экономика просто не подтянет, тем более индустриально. И, во-вторых, они не могут конкурировать с Китаем и с Кореей, потому что, ну, китайцы делают все лучше и лучше, и дешевле, дешевизна как бы не падает. Вопрос, как в Японии выходить из этой ситуации, чтобы экономический крах не начался? Выходить можно только одним способом. Надо развивать туризм, надо развивать постиндустриальную экономику, надо сферу услуг, туризм заманивать как-то иностранцев в страну. Поэтому у них есть очень красивый план, что к 2025 году у них уже большая часть ВВП должна производиться в туризме. Так что, в принципе, я так думаю, что еще там лет через 10 Япония из какой-то, знаете, недоступной за границей превратится в нормальное место отдыха. Возможно, будем надеяться, такой же как Турция, потому что они будут режим максимального благопоятствования делать. Понятно, что им для этого надо помениться в первую очередь с русскими и китайцами, потому что больше всего за границей оставляют деньги именно российские, китайские, американские туристы. Причем российские больше всех, потому что американцы, они на туризме так себя ведут сдержанно, ну, а в российском менталитете, в славянском, понятно, что гуляй там, пока гуляешь, пока гуляется. Ну и Китай тоже, это страна, с которой у Японии очень сложное отношение, и надо как-то вот выходить из этой ситуации, потому что китайские туристы это огромные деньги просто. Ну, отношение к иностранцам там это целиком известный факт, что оно там негативное, потому что Япония это моноэтническая страна, 99% населения японцы, 99% так или иначе исповедуют синтоизм, то есть согласно с тем, что император это потомок богини солнца, и в общем-то вот альтернативные точки зрения их достаточно сильно раздражают. Ну и вообще, как Европа для них выглядит такой адской экзотикой, то есть это сначала, когда с ними общаешься, тебя как бы забавляют, тебя это веселит, но вот там вот эти блогеры, которые из Ютуба вещают нам про Японию, они очень многие уже вернулись в Россию. Я смотрю так, конечно, не хочется лично упоминать, что Дмитрий Ишамов, я надеюсь, у него все хорошо будет, человек импонирует, но вот как-то последнее время он так, у него ностальгические такие ролики с нотками ностальгии появились, что в России шашлыки больше и земли как бы свободны. Это с чем связано? Им очень тяжело будет, вот тоже не хочется обижать, может у них все будет хорошо, но там очень тяжело, когда вот смешанная семья и дети идут в школу, то есть это просто такое количество будет конфликтных каких-то ситуаций с детьми и с учителями, что просто там вот это... Это очень хороший вопрос, оправдывает ли это экономический уровень, который опять же обеспечивается 10-часовым, ежедневным, напряженным рабочим трудом в японских корпорациях. К этому тоже готовы далеко не все, тут такая стандартная рекомендация посмотреть такой фильм «Шок и трепет» про Бельгийку, которая приехала работать переводчица в японскую компанию. Там вот богато раскрыто все отношение японцев к иностранцам, это действительно автор, который был в Японии, это все автобиографическое произведение, а там вот понятно становится, что в общем-то там жить не так уж и хорошо, как нам кажется, особенно для иностранцев. Так что они будут стараться изменить, переломить это отношение, но опять же, насколько у них это получится, это вопрос открытый, этого сейчас никто не знает, может все-таки. Можно? Можно. Вы знаете, оно вообще исторически так странно выглядит, потому что Япония вообще Вторую мировую со своей стороны начала под таким благородным предлогом освободить Азию от европейских колонистов. То есть я вот специально очень много времени прокопался в их агитации и пропаганде, у них все пропагандистские плакаты выглядят очень так мило, тут у меня сейчас, у меня в теме про милитейство, ну ладно, не буду вставлять, уже мало времени осталось. Там в общем, что везде такие дети обнимающиеся, китайские, там японские, корейские, там везде какая-то вот цветочки, мирная тема, что вот мы освободители на самом деле, мы пришли вас спасать от проклятых белых там варваров, которые вас поработили. Но реально японские солдаты при этом себя настолько вели жестоко и по отношению к мирному населению, что в это там практически никто не веял. Особенно это было заметно вот как раз в Китае, в Манчжурии, там в Северной Корее. Это при том, вы учтите, что Корея очень долго была в составе японского государства, и они там себя просто как проявили на полу. Потому что сами японцы с этим споят, но они первое, что начали делать в Корее, они начали там высаживать Сакуру и пытаться японизировать местное население. Потому что корейцы очень близки к японцам национально, язык похож. И японцы так вот с КЗА и зашли сразу, сказали, что корейского языка не существует, корейской нации не существует. Это все японцы, которые попали под тлетворное влияние Китая. А сейчас мы их научим снова быть японцами. Начали там всем выдавать японские паспорта. Там вот этот знаменитый корейский президент Пак Чон Хи, он на самом деле большую часть жизни под японским именем проживал, как это звали по-японски. Ну и в общем-то это все выглядело просто настолько как-то неадекватно, потому что страна по сути процветала, экономика росла, но корейцы себя чувствовали не то что людьми второго сорта, а вообще не людьми, потому что японцы утверждали, что их как таковых не существует, они вот должны переродиться в японцев. Ну и это все перекинулось потом на Манжурию, Китай, и действительно вот этот конфликт существует. А сейчас он просто взаимный, потому что точно так же, как японцы недолюбливают других азиатов. Другие азиаты просто японцев ненавидят. Настолько вот к этому у меня там коллега и такой дружбан мой из Сингапура, Рей Лит, на самом деле Лит Эну, на его имя паспортное, он вот просто пацифист до мозга кости, как все сингапурцы, но он о Японии всегда отзывается вот с каким-то таким негативом, что вот они там, и у него всегда вот главное, его ищет актив, они перед нами не извинялись за Вторую мировую, то есть они нам ничего не сказали, там вот немцы перед вами покаялись, денег заплатили, ну японцы тоже денег там заплатили в Азии, но это не важно, потому что они не извинялись. Но я ему говорю, ну во-первых, немцев заставили очень активно, заставляли это сделать, то есть американцы там особо этим не страдали, потому что сразу китайцы и корейцы, они сразу стали геополитическими противниками США, особенно китайцы, поэтому там не было вот какого-то трибунала активного против японских военных преступников. Кстати, вот эти доктора, которые в этом отряде 731 работали, там опыты на людях ставили, они все в Америке или в Японии умерли уважаемыми людьми, потому что у них там была масса документации важной, они со всем этим чухнули в Америку и спаслись от харбинского трибунала, который в Манжуи судил военных преступников японских. Ну, Советский Союз там вот начал судить так, со всей строгостью, как немцев, а американцы, они сразу вот с Японией решили замириться и подружиться активно. Но вообще американцы с японцами, у них большая часть история, она все-таки позитивная, носила характер. Вот этот конфликт Второй мировой это такое исключение было. Поэтому, да, отношение там очень тяжелое и между китайцами и японцами, и между японцами и китайцами. И, в общем-то, там вот адекватные историки понимают, что там верить ни тем, ни другим нельзя, потому что они все очень сильно раздувают некоторые события, очень сильно манипулируют фактами. Так что это открытая тоже такая рана, которая им очень сильно мешает экономически и политически, ну, и всех отношений. Нет. 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 У меня есть этот материал, я об этом говорил просто так вскользь, думал, что не успею. Унесенные призраками собрали больше всего денег в Японии, это самый кассовый фильм в Японии. Твое имя, оно собрало больше всего денег среди всех аниме, которые когда-либо показывали в мире, и оно эти деньги собрало во многом, в основном в Китае и в Корее. А почему так произошло? Унесенные призраками нормально в Китае не показывали. По той причине из-за вот этого конфликта идеологического культурного в 2001-м еще японскую культуру в Китай старались не пускать. То есть там не было таких вот премьер, тем более громких. И молодежь от этого была от всего ограждена, потому что не было интернета, они не могли аниме качать и смотреть или как-то легко его провозить по каким-то сетям. А сейчас уже аниме в Китае тоже процветает. Вообще китайцы, они сейчас известны тем, что они делают кассу любым фильмам. То есть вот хочешь, чтобы фильм у тебя окупился, сделай, чтобы он окупился в Китае. И это, кстати, вот особенно видно у нас такой фильм, он такой совместный, я не знаю, кто там где, этот фильм. Помните, вот это такой трехмерный такой трешачок классный про казаков в гоголевских сказках. Так вторую часть в Китае начали снимать, для китайцев в первую очередь. Потому что первый просто очень хорошо собрал денег в Китае. Они поняли, что казаки там с гоголевскими чудовищами в Китае, это будет вообще бомба. То есть это будет хорошо. Точно так же вот этот в России громкая премьера была 28 панфиловцев. Я не знаю, они собираются его в Китае показывать, потому что у них именно все картины про войну, они заточены под Китай, потому что китайцы на них хорошо ходят, и там очень популярны вот песни, культура того периода. То есть это все там надо продавать активно. Но опять же с китайцами очень сложно иметь дело. Они могут, например, вообще фильм произобрести к показу по каким-то странным придурам просто. Потому что им так вот хочется их политикам. включить, что на самом деле они не хотят, потому что у них есть свой кинематограф, надо развивать, и чтобы западные его не давили, будем их запрещать. Но они скажут, вот там негативное отношение к китайцам. Кстати, обратите внимание, что во всех фильмах последнего времени есть китаец среди персонажей. Причем это обычный персонаж, вот не мой роль просто. Я в этом фильме китаец, у меня в этом фильме две функции. Первая, я там есть. Второе, в критический момент я всех спасу, и бесследные исчезли просто. Это, например, вне независимости во втором, там была китаянка, которая там появилась. Я китаянка. Всех спасла, все, я пошла. То есть уже этого достаточно было, чтобы в Китае фильм уже привлек внимание. Азиаты там с азиатской внешностью в этом из Вой-1, Звездные войны. Там этот монах явно такой азиат с закосом под китайца. Там очень много влияет вот этот культурный аспект. Это хорошо заметно потому, опять же, как вот облажались сети фастфуда в Китае. Там Макдональдс вообще очень сильно облажались. А Кентукки, Фрай, Чикон, они победили. Вот единственная страна, в которой они так с треском победили Макдональдс, как раз из-за культуры. Потому что Макдональдс там в 90-х после России решил, что можно китайцам показывать, как мы им несем свет цивилизации. Что они там делали рекламные плакаты. Там где Рональд, Макдональд там протягивает, ну этот колон из Макдональда, протягивает там счастливым китайцам хэппи-мил, там источающий свет. Они там выстраиваются в очереди к Макдональдсам, как в Москве было. Ну, после этого я вам скажу, работа Рональда Макдональда в Китае стала опасной. Потому что они очень большие националисты, они очень сильно вот блюдут это свое китайское превосходство. Конечно, наверное, не такие, как японцы. Хотя, с другой стороны, ну да, в Китае это просто заметнее, потому что многонациональная страна. И там вот такие вот вещи, как неуважение к китайской культуре, они всегда выстреливают очень сильно. Кстати, из последних фильмов, которые на продаже в Китае были сделаны, это «Великая эстена» с этим. Как там? Кто там в главной роли был, напомните? Ну, американский актер, там вот типичная ситуация, когда фильм, в общем-то, про азиатов, но главный в роли американский актер. И попытка так угодить и нашим, и вашим. Это вот тоже китайцы к этому вполне нормально отнеслись, и, в общем-то, хорошо там фильм собрал. Так что есть такой нюанс, конечно. Я так понимаю, у нас уже так минутки три осталось, да? Да, да, можно, может быть. Просто я слышал, что Китай частично, ну, то есть, на насосе двигается, что это нормальный план в России. Кто-то в Китае? Китай просто первый, они первые поняли то, до чего другие страны сейчас заходят. Они первые поняли, что, чтобы иметь свой интернет, его надо очень активно огораживать, потому что иначе просто это будет монополия американского интернета, и это важно не только для политики. Тут многие думают, что дело в цензуе, но на самом деле тут важнее дело в бизнесе, потому что обратите внимание, что есть интернет только, ну, наверное, трех видов. Это, ну, может, четырех, но последний очень маленький. Это американский, который же и европейский. Вот европейского интернета нет, он есть американский, есть просто там ангоязычный сегмент интернета европейского, потому что вот французского интернета, немецкого, там, нидерландского, его реально очень мало. Больше поисковик все равно Google, соцсеть все равно в Facebook, вот это вот все. Потом после американского есть китайский интернет, там, где есть просто нереально огромные соцсети, в которых только китайцы. У них нету Facebook, а у них есть вот свои соцсети, которые позволяют там просто китайским бизнесменам реально поднимать миллиарды, миллиарды, миллиардов. И свои поисковики китайские, кстати. И есть интернет российский, там, где Facebook, там, где место Facebook ВКонтакте, там, где Яндекс, то есть вот он просто такого размера, что он вроде маленький, но он хотя бы самостоятельный, да. То есть можно в Рунете постоянно сидеть, не вылазя там в Facebook, допустим. И это очень важно, в первую очередь, с точки зрения экономики. Китайцы поняли первыми, что если ты не отгородишься, то тебя просто подавят западные сервисы, и ты станешь уязвимой, в первую очередь, экономически, во вторую, с точки зрения военной, и в третьей, с точки зрения культурно-исторической, политической и всей остальной. То есть мне кажется, штамп цензура по сравнению с бизнесом, он, в общем-то, незначительный момент какой-то. По крайней мере, для китайцев, потому что их это не сильно заботит, у них не настолько много людей английский знает, и на Западе не настолько много хороших политологов по Китаю, то есть они с ними работают с большим трудом. Поэтому просто китайцы первыми ввели такие законы, которые сейчас все вводят, по ограничению интернета, по ограничению соцсетей, вот этот пресловутый интернет по паспортам, которым все пугают, и который все-таки наступит, наверное, уже скоро. Ну, то есть это, к сожалению, это объективное будущее, потому что интернет просто очень долго был вне государственного контроля, и теперь государство начинает понимать, что просто невозможно его не контролировать, это надо делать и для экономики, и для безопасности, и для политики. То есть тут, к сожалению, мне кажется, что с этим сопротивляться – это плевать против ветра. Поэтому я думаю, мы все пойдем… Ну, Украина уже пришла к китайским законам, когда у нас соцсети начали ограничивать, а Россия там и США уже на очереди. Ну, в США тоже очень много ограничений действуют, мы просто про них не знаем. То есть там очень много ограничений в интернете. Так что, да, там качать проблемно, но если вот нельзя, но очень хочется, то можно просто. Люди находят способ передавать информацию. За железные занавеси тянули кассеты, а что там какой-то интернет? Да не только штрафом, я так думаю, и посадки там регулярные в тюрьму. Ну, опять же, в Союзе тоже садили там за видеокассеты, там, за порнографию, там и прочее. Тем не менее, никого там из любителей это не останавливало. Люди все равно находили способ приобщиться. Причем, кстати, когда запрещаешь, больше людей в итоге приобщаются, чем когда разрешаешь все, что можно. Такие два подхода тоже к цензуре. Можно все запретить, и тогда все будут бегать за рукописями там архипелага ГУЛАГа, написанными от руки. И можно все разрешить, и тогда, в общем-то, деньги будут собирать только западные блокбастеры про Мстителей, там, и енота из космоса, в общем-то. Вот это намного эффективнее. Американцы намного эффективнее себя ведут. Они ничего не запрещают, они просто дают людям заниматься тем, чем им нравится, а политикой там какой-то и чем-то таким кому-то надо заниматься. На самом деле, это немногим людям надо. Ну что, будем закругляться, потому что уже устали. надо, чтобы зал проветривался перед следующим лектором. Если вам понравилось, завтра вечером будет продолжение про классическую японскую культуру, в первую очередь японские ужасы. Будем развивать тему. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.